Сегодня многие страны глобального юга и глобального востока, а мы их называем мировое большинство, видят в России надежного, предсказуемого партнера, готового взаимодействовать с ними на основе равноправия, баланса и взаимного учета интересов. Все они прекрасно понимают, что речь идет о том самом становлении нового миропорядка, о чем я упомянул в начале своего выступления. И они понимают, что от исхода этого противостояния будет зависеть и их место во будущем мире, включая решение вопроса о том, будут ли они способны в этом новом многополярном мире уважать свои традиции, свои ценности, исповедовать свою религию, учить своих детей на том языке, который является для них родным, или же окажется в подчиненном положении, когда любой премьер или президент в западных столицах сможет диктовать им, как устраивать жизнь, как налаживать экономику, на какие жертвы для собственного населения идти ради ублажения Запада, который по-прежнему хочет жить за счет других, тем самым подтверждая, что колониальный менталитет никуда не исчез. И, как и 500 лет назад, Запад пытается продвигать колониальные и неоколониальные методы ради того, чтобы сохранить свою гегемонию. Так вот, такие страны, как Китай, Индия, многие государства Евразийского континента, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки прекрасно понимают, о чем идет речь. И они не хотят поступаться своими законными, национальными интересами ради того, чтобы помогать англосаксам и их сподручным сохранять свою гегемонию или, скажу правильнее, пытаться удержать свою гегемонию на мировой арене. Все вы знаете об итогах визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина, который состоялся всего несколько дней назад. И эти итоги наглядно показали всему международному сообществу, что попытки действовать в духе «разделяй и властвуй» обречены на провал. Отмечу также, что несмотря на грязную кампанию по отмене всего, что связано с Россией, у нас остается немало друзей во всех государствах мира, в том числе и на Западе. Мы знаем, что они симпатизируют нашей многонациональной стране, любят российскую культуру, разделяют продвигаемые нами традиционные нравственные и семейные ценности и яркое тому подтверждение создание международного движения русофилов, которое состоялось пару недель назад, провело учредительный съезд, в котором участвуют представители нескольких десятков стран и Востока, и Запада. Что касается нынешних руководителей США и их союзников, то мы видим, они погрязли в пещерной русофобии, принося в жертву кричащие проблемы собственных обществ. Когда и если они протрезвеют, мы будем определяться с нашей позицией о перспективах дальнейших отношений с ними. Но будем определяться, естественно, сами и на своих условиях. Сегодня кратно возрастает роль общественной дипломатии, диалога по линии гражданских обществ. Мы с удовлетворением отмечаем, что Фонд поддержки публичной дипломатии Илья Александровича Горчакова накопил в данной области солидный, позитивный и очень перспективный опыт. Нашим недоброжелателям это явно не нравится. И именно этим объясняются введенные против фонда санкции, Рассматриваем их как проявление, с одной стороны, бессильной ярости, А с другой, как признание активной и результативной работы этой нашей общей структуры. Важно, что сотрудники фонда, члены Пепчицинского совета в полной мере учитывают текущую геополитическую ситуацию, Постоянно адаптируют свои проекты к происходящим переменам. Подготовленные предложения по направлениям дальнейшей деятельности носят, на мой взгляд, сбалансированный характер, соотносятся с приоритетами утвержденного президента внешнеполитического курса. И мы их обсудим, надеюсь, сегодня одобрим. На этом я хотел бы свое вступительное слово завершить и попросить Леонида Вадимовича сделать презентацию, к которой он, как я вижу, подготовился.